Всем привет, с вами Леша Янгер и вы на моем канале. На прошлом ролике вы набрали 12 тысяч лайков, а это значит, что мы снимаем вторую часть закупок на садоводе. Сегодня у нас будет борьба между людьми, которые знают только три буквы. ЦУМ и дорогие вещи. Они приедут на садовод, чтобы попробовать окунуться в обычную жизнь и закупиться за маленький бюджет хорошими шмотками. Итак, первая команда у нас это Женя Лизагуп и Милана Некрасова. Всем привет, ребята, мы сегодня победим, потому что мы всегда закупались на садоводе. И мы никогда не закупались в СУМ. И не знаю, что такие дорогие вещи. Мы носим только паленки, поэтому мы здесь чувствуем себя как дома. Не мы, он. Мы как рыба в воде. Вы вообще были на рынке перед этим? Да. Перед этим? Ну да. Когда-то, когда-то были? Когда-то был. Я раньше всю жизнь закупался. Я все время закупался на рынке, потому что там были ванцы, и я всегда хотел ходить в школу в ванцах, чтобы быть модным и делать подкаты под них. Они будут сражаться против не менее подкованной команды, такой как Вася Алдерсон и Софа Купер. Ну что, вторая команда, не первая. Мы приехали раньше. Я считаю, что у нас шансов больше. Я родился в садоводе, тут все вокруг меня. Вася, а это видно, это видно. Сегодня у вас будет одинаковый бюджет, чтобы сравнять ставки у вас. Но есть маленькое усложнение в виде... Можно? Можно, пожалуйста. Как думаете, что там? Там деньги. Там записки со стилями, которые мы должны одеваться. Короче, да, я им перед этим сказал. Здесь находятся 5 или 6 стилей, в которых они должны одеться. Сегодня нельзя просто одеваться, типа, модно, круто, или кто-то захотел свой пополнить гардероб, чтобы потом ходить в этом. Сегодня им придется одеться так, как выпадет им бумажка. Давайте, кто первый из вас будет доставать? На Суэфа, на Суэфа, давай скинем. Давайте на Суэфа. Какая отсылка, let's go на Суэфа, первые ножницы. Суэфа, Суэфа. Да! Суэфа, Суэфа, Суэфа. Так, борьба. Один-один. Нет, нет. Суэфа, Суэфа. Хорош! Просто закрывай глаза, вытаскивай одну бумажку. Бери одну. Подожди, ну да, разверни, разверни, посмотри, что у тебя там. Стиль 80-х. Да, у ребят выпал. Вы говорили, я не шарю за стиль 80-х. Но стиль 80-х это круто, на самом деле. Там есть поинтереснее. Стиль 80-х это чтобы родители оценили. Да, если бы мне попался стиль нулевых, тогда бы я всех разнесла. Оооо! Давай! Жених и невеста. Ого! А я уже, короче, готовый. Слушай, давай, давай сразу в Зак поедем. Смотрите, у вас есть два стиля. У вас стиль 80-х. Вы, примерно, знаете, как тогда одевали? Ну, хотя бы. Я, я примерно знаю. Ну, загуглите, пойму, посмотрите. Честно, я не шарю. А вторая команда у нас сегодня попробует себя в роли жениха и невесты. Получается, у тебя должен быть какой-то костюм, как вижу, это я. У тебя свадебное платье, которое ты должна сторговаться, потому что бюджет у вас небольшой. Как вы думаете, какой бюджет? Я думаю, 10. И сейчас он чуть-чуть пятер нам дает. Там просто на операторов много ушло, поэтому на вас по 2 500 на каждую. 5 тысяч разменяется. Хорошо, окей, окей. Ладно, нет, нет, нет. Сегодня я решил честный бюджет, поэтому типа 10 тысяч вам. 10 тысяч вам. Слушай, у меня рубашка уже куплена, пятерку себе оставляем. А если наберем 10 тысяч лайков, на следующей неделе мы снимаем их свадьбу в этих костюмах. Ребята в гайке. Я ставлю таймер час, у ребят будет за это время, ну, возможность реально закупиться хорошо. Вы пишите в комментариях, за кого вы уже болеете. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Но, а мы сейчас узнаем, насколько они подкованы и готовы побеждать. Кстати, напомню, что вы боретесь за приз 100 тысяч рублей. Да. В конце мы будем определять победителя. 10 человек будем опрашивать. Да, тут же нет мест. В час 32 встречаемся здесь. Все, давайте. Ё-моё, я тут так давно не была. Вот, смотрите, стиль 8 десятых. Я буду в таком стиле одеваться. А посмотри мужчин. А, ну как Кенни с Губичем одеваются. Олимпийка, шапочка. Да, просто такие вот. Как синий. Как я куплю смокинг за 5 тысяч? А я платье свадебное. Как? Девушки ищут платье там на свадьбу. Там, типа, несколько месяцев. И мы должны зайти за час. По-моему, это просто хард левел. Минутки тикают. 30 секунд прошло. Они, кстати, умнее предыдущих. Потому что прошлое. Еще 10 минут стояли со мной общались. И теряли время, так сказать. Потом им не хватило, чтобы выбрать классный лук. Выбирай, за кого болеешь. И я уверен, твой фаворит выиграет. А мы пойдем, пока, не знаю, попробуем шурму какую-нибудь. Что-то ты еще можешь смотреть. Здравствуйте, извините, а вы не знаете, где продаются свадебные платья и костюмы? Все, я все узнала. Идем. О, мы уже близко к победе. 10 тысяч один костюм. Какой зеленый костюм на свадьбу? Ты думаешь, плохо? А сколько у вас костюмы в среднем стоят? 7-8. 7-8. А за пятерик есть что-то? Хотя бы тысячи за шесть. Я бы хотела туфли и сумку. Ну нет, сумку не надо. Все, ты загнула. Родная, у меня денег столько нет. Но как будто, знаешь, у нас не такое сложное, правда, задание, как у них, потому что 80 уже давно, мне кажется, никто ничего не продает. Ну, смотри, розовые за три старые. Хорошо, давай вот эти вот, которые розовые. Давай розовые за пятьсот. Так, надо за четыреста какой-то. Давай за триста попробуем. Можно, пожалуйста, розовые за четыреста нам лосинка? 450 потайно. Давайте четыреста, потому что, смотрите, во-первых, точка будет прославлена. Человек нам помогает, и вы к нему приходите. Всегда на уступки нам идет. Все, спасибо. Тактика такая, я беру вот так вот бабки вот так вот свечу, и это плохо. Белая вещь у нас не одели. Да, потому что мы сделали вид ее, ну, вот так, за четыреста. Ой, спасибо. Это вам. Шорты типа понял, джинсовые на леггинсы. Да, да, я понял, джинсовые шорты. Вон они, смотри, идем, идем. Прошу. Емано быстрые, чуваки. У меня сейчас такой вайп, как будто бы я собираюсь в школу, мне нужно поскорее найти пиджак туда-сюда, все на линейку. Вот платья, ну нет, нет, не то, нужно белая, нужно белая. Я уже запуталась, куда сказать, прямо и налево. Вот, мужские костюмы. Да мне кажется, мужской костюм найти проще простого. Так давай отделаемся от простого, и потом пойдем на твоем платье. Хорошее, красивое платье. Там что останется, то и пойдет тебе уже. Спасибо. Не знаю, тебе тут свадебный раздел, где там платье белое, это вот там. Это танца ряда, потом налево, там большую белое. Нам бы какие-нибудь шортики, знаете? Не ко мне. А у нас есть вот такие вот шортики, вот такие вот примерно. Нет, это так вот. А вот же короткие, это не они? Они не короткие. Вот, смотри. Они не короткие. Жень, это обычные шорты. Это шорт должны прям в жопу видно, чтобы было. Это такие шорты. Эй, такие не нужны. Брат, можно у нас здесь? Нам бы какие-нибудь... Послушаем, я реально хочу, чтобы у меня свой канал. Можно презентать тебя в другом павильоне? Да. Все, пойдем, пойдем. Тогда пойдем. Да, другой павильоне. Не хотят, не надо. Давай ты сюда возьмешь какую-то тоже разноцветную майку и сверху разноцветную вот эту штуку. Надо какой-то купальник или боди. И поверх леггинсов. Охренеть. Нет, жених, он должен быть в черном классическом костюме. В черном? Обязательно в черном? Вот что-то типа просто вот черный. Вот. О, ну, кстати, неплохо, да. Сколько вот такой вот стоит костюм? 20 лет. А-а-а, все понятно. Зачем занимать меня? Мы для себя снимаем. Нет, удалить. Нет, ваше удалить? Удалите. Ваше? Удалите. Вот, в распродаже брюки 1500, нормально. А есть черный костюм какой-нибудь, чтобы выглядел для свадьбы? Нет, черный не 500. Черный нет. А вот это? Ну, это дорого. Дорого? Это дорого, да, это 15 тысяч. Да, ну, нужно платье искать, он не костюм, бать. Костюм, он и в Африке костюм. Вот это вообще разного с белым. Сколько стоит? Белый пиджак. Обычно, когда на садовод раньше приходили с мамой, тогда вот, когда знаешь, какие-то цены сбросить, какой-то, какая-то следоба, типа. Извините, не подскажите, где у вас черные пиджаки есть? Сколько у вас? Сейчас костюм нужно за 5000 собрать, не получится, да? Казалось бы, что у нас простая задачка, но из-за цены это очень сложно. Платье есть какое-то за 5, да? Такое есть, белое? Да, белое быть такое. Слушай, по-моему, уже хороший вариант. Все, мы вас запомнили. Да, мы пойдем пока мне костюм искать. О, он еще такой лояльный, добрый, вот таких вообще. Если мы покупаем это платье, то мы покупаем еще туфли и фату, чтобы как-то разнообразить, а то слишком обычно. Ты забыла, что у нас денег столько нет? А, блин, да. Извините, пожалуйста, у вас не придаются джинсы в экшорке? А боди? Или цветной майки какой-нибудь? Нам бы, знаете, какие-нибудь легенькие такие кроссовочки, можно сказать, для зала, чтобы заниматься, найки какие-нибудь. О, кстати, вот под леггинсы, вот это как будто будет прикольно, да? Думаешь? Да. А сколько они стоят? У нас бюджет на кроссовки 2000. А сколько они стоят? Ну, значительно дороже. И даже это как раз за что-то. А это нам не хватит, да, ну, туда, чтобы все остальное купить. Розовая, я думаю, пойдет, да? Розовая самая яркая, давай ее. Розовая. Что-то мы такую сунитель залетели, нет такого? Да, есть, пожалуйста. Денешки любят порядок. Стоп сомневался. А нет, мне нужно что-то прям такое. А нет, слушай, они цветные, они подходят. Вот эти можете нам отдать? А можно тогда вот это за 2 500? Это идеальные кроссовки. Ну, потому что я нашла. Идеально просто. Это мои кроссовки. А какая есть на мальчика, тоже недорогая обувь? 2000 цена. Вот эти вот верхние, давай. Адидасики, газели залетают. Можно нам пакетик, да? Тогда на них лайк тоже. Пупырышки всякие. Все, спасибо. Поздравляю вам большое здесь девочку. Ребят, приходите и покупайте здесь обувь. Садовод радует, ребята. Спасибо еще раз. Спасибо. Он же прямо это засветился жестко, потому что мы начали снимать. И он понял, что он заходил сейчас в видос, попадет, будет реклама. И мы так и сделаем. Вот, и это хорошо. Мы договорились с ребятами, можете делать нарезки из этих видео, выкладывать их лайк, тикток, вк. Вообще во все социальные сети, в YouTube шорты. Отмечайте нас, мы будем их лайкать и репостить себе. За лучшие обработки я даже скинул в кэш. Но для этого нужно отмечать, чтобы я их заметил. А лучшие обработки будут выбираться по количеству лайков, просмотров. А можно вот это посмотреть? Ну, кстати, если мы возьмем за 3500, то еще на туфельки хватит. Неманно интереснее, нет, все это как маншот. Ну ладно. Ты что, оделся уже, да? Оделся? А мы вообще тут вообще много уже всего. Мы уже купили. Вы кроссовки? Мы еще ничего не купили. Это, все, это Габелла, мы проиграли. Вась, ты видел, вы видели, какие у них пакеты, они уже все купили. Конечно, им груще, вот им кроссовки взял, шорты взял. Ну, слушай, быстрее, все. Шорты взял, какой-то взял и все. Вась, ну давай. Ну вот. 4 800, ну померяй. Чейн спал. Ну, слушай. Ну, вроде вообще прикольно. Кстати, да, неплохо. Нужен бабочку. Ну, подожди, брюки померяй. Так, ну что, на свадьбу? Раз, нахорошо. Черный офицер. Как выглядит жених? Мне кажется, они с галстуками. А, нет, вот с бабочками, этот с черной. Пять тысяч, все. Давайте за пять тогда. Ну, давайте. И платье нужно идти нам за пять. Дорого обходишь, слушай. Все, спасибо вам большое. Все доброе. Хорошего у меня. Я вообще могу идти шаву хухавы. Че, че. Смотри, вот, например, вот такой. А, точнее, я не дался ничего. И что, вот? Ай, ну, это че ты не... Это вообще не то, да? А че не то? Это классно будет. Ну да, реально. Вот, видишь, вот такая примерно. Мне света нужна Олимпика, но, блин. Это вообще дождевик, как будто же. Как будто заходит, нет? О, да. Хороший, йод. Все, это то, что нужно. Нам нужна Олимпичка. Хорошенькая такая прям. Такую бюджетненькую, прям супербюджетненькую. Нет, нет, она самая бюджетная, это сеть лицо. Можешь мы как-то скажем, что мы рекламы сделаем? Давай, ты же хотела договариваться, давай. Вот я все время договаривался. Нет, я с тобой. Нет, нет, я с тобой. Нет, я с тобой. Нет, я с тобой. Тебе надо Олимпику. Когда тебе все было надо, я всегда говорю. С тобой пойду одна, я боюсь всего. А вы не хотите, чтобы мы сделали рекламу и Олимпику, например, за 4 500? Ну, это как бы рабочая тема. У нас, по-моему, нет 4 500. А, да? Да. Ну, блин, вот этот прям вот хорош какой-то. Раз, два. Короче, 4. Да надо какой-то костюм взять за 1000 3-4, а не одну Олимпийку. Ну, просто, грубо говоря, пощелук готов. Да, и все нам. Спасибо большое. Я там чуть свои кроссы не оставил. Я уже костюм несет за бесплатно. Я тоже думал, что и нам. Какая костюма еще была. Что-нибудь за 2, за полторы тысячи спортивный присутствующий. Вот такой вот. Вот самое дешевое, что есть. У нас просто больше нету ничего. Мне надо какую-то шапку найти, которая, знаешь, такая прям короткая. Все, какая. А сколько? 2 500. Чисто у меня деньги уходят на глаза. Блин, вот это бы идеально подошло. Посмотрите просто. Ну да. Это прям идеально. А сколько стоит? Недорого. Нам еще туфли купить и фото. Блин, тяжело. Идите с богом, надо сказать. Да, да. 15 тысяча. Мы хотим за 4. У нас здесь не минут. Ты занимаешь прикол в том, чтобы сделать именно прикольный лук? А не в том, что найти просто одно платье и все. Должно быть фото. А вот это вот. Я бы даже где-то... Нам денег столько не дали. Я пожертвовала бы красивым платьем, но купила бы букет, чтобы... У нас денег столько нет. А сколько фото стоит, Соф? 150 сказать. Я переводу мусорки. Ну тогда. Я бы купила букет тоже вот этот. Ну, наличными давай. Так проще будет. Семьсот. Да, получается 850. Ищем платье, но у нас бюджет ограниченный. 4 тысячи нам нужно. Сейчас еще примерим. Соф, он быстрее, у нас 3 минуты. И очень сложное задание. Уложиться в такой бюджет. И вот, что у нее фото уже есть. И это... Эй, букет. Сейчас она, видимо, какой плать надевает, такой мы и берем, видимо. О, вот это да! О, наш гал. Спасибо, спасибо. Все, удачи. Звызлайте удачи. Владимир, мне еще поезд дала. У нас осталось 150 рублей. Можно 150 еще еще ничего купить? Шабуху. Тут именно такие кепки. Мне нужна СССРовская старая. А, нет, мне нужна шапка штака. А можно нам эту серенькую? Нет, это не так одеваться. Вот так вот. А ты мою девчонку обижал. Ага, спасибо. Просто вот такая светлая вверх тебе нужна. Может быть, вот эта красная рубашка? Какая красная рубашка? Ты что, общался, что ли? А что? Посмотри. Ну, она же подойдет. Нет, мама, ты не знаешь, в 80-е ходили в косу. Ну, которая такая облегающая, прям приталиняя. Ты знаешь, красная. Сколько у нас по бюджету? Тысяча двести. Да здрасте, вы что, трусы вон передали. О, давайте шашлыки пока возьмем. Косуха нам нужна. Косуха? Да, на девушку. На девушку. А вот тебе сколько стоит? На толи? Давай двадцать. Блин, полторы только есть. Полторы есть реально. Эска, да? Да. Ну, я думаю, да, эсочка. Получается, все? Ну, да. Нет, мы не поели кулькурузу. Субтитры сделал DimaTorzok. Спустя час наши ребята вернулись в своих одеяниях. Слева от нас свадьба Софы и Васи. Давайте поаплодируем им. Нет, честно, реально в шоке. У них было десять тысяч. Они нашли костюм, костюм, еще букет. Мы у вас были десятку, друзья, на сто пятьдесят рублей осталось. Это жестко было. Вася слишком дорого купил костюм. Да, за пять тысяч. Я говорю, он мог бы купить свой костюм. Дома разберемся. Дома поговорим. Справа от нас ребята из восьмидесятых. Женя, Милана. Реально посмотрите на них. Жень, покажи ему скидочку на штаны сделали. Что сейчас со штанами? Он купил штаны и должен был за две пятьсот еще сто рублей отдал. Еще и порванные штаны получил. За главный приз, чтобы вороться в сто тысяч рублей, заберет же тот, кого выберут именно люди, которые не знают вас. Но есть такая маленькая чуйка, что они будут голосовать за свадьбу. Есть, да, такое? Нет, потому что свадьба это событие, это счастье. А мы какие-то фуфилы из восьмидесятых. Кстати, есть утешительные призывы, вы их еще не видели утки. Пока ребята там борются и выбирают себе костюмы, кто в свадебном платье, еще что-то. Мы решили, что должен быть утешительный приз. То есть главный приз соточка, но утешительный приз в виде утки тоже классно. То есть кто проиграет, чтобы он не расстраивался, тоже был победителем. Пожалуйста, расскажите, Леша, чтобы он купил мне новый телефон. Ты сама его разбила, это не я. Что, утку берем, да? Погнали. Горько! 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 Пишите в комментариях, кто победил для вас уже, чей лук вам больше нравится. Ставьте лайки, а мы погнали. Смотрите, у нас сегодня социальный эксперимент. Оцените объективно, ну кто из нас одет лучше? Вы посмотрите внимание на их кроссовки и на наши кроссовки. Ну, на свадьбу в таких не пойти. Подождите, людям нужно сосредоточиться и просто отдать голос кому-то. Распределение. Но он в своем пришел, да? Мы тоже раскусили его. Короче, молодоженам дайте, да? Просто, кто, чей наряд ему больше нравится? Сому балладать. Просто ему же дали баллад. Они... А для вас как, а для вас как. Спасибо! Спасибо! Поздравляем! Спасибо! Я люблю классику. Классику? Вот так, классику. Вот они? Им отдай, вам спортивно больше нравится, да? Так, смотрите, с молодоженами фоткаются. Свадьба, свадьба, свадьба. На-на-на-ни-на-на, чтобы дети радовали вас. Можете оценить, кто из них лучше выглядит? Вот просто. Тут две пары, и от вашего голоса очень много зависит. Девушка на свадьбу. Свадьба, это не шутка. Девушке отдаете баллад? То есть вот этой паре получается? Тут сразу видно, разбираешься в стиле. Да. Конечно. Извините, извините. Извините. А что вы думаете, кто победит? Вот мы есть, да? И вот они. И мы на свадьбу, между прочим. Кто из них? У них свадьба. Опа! Реально свадьба? Спасибо! А мы, извините, за целый час, за 10 тысяч собрали вот этот. А мы собрали вот этот. Вы знаете, это как можно собрать лук на свадьбу? Отдайте баллад. Все будет. Отдайте баллад. Отдайте баллад. Реально все, им отдаете, им отдаете баллад. Да нет! Спасибо! Аккуратнее вы напугали людей. Подводя итоги этого ролика, со счетом 6-3 побеждает пара Вася Исофа. Я уже подразумеваю, реально, как молодоженов. Понимаете, что с ним тут люди... Я сама думала, я уже поверила, думаю, в ЗАГС поедем. У нас, получается, победитель забирает 100 тысяч рублей, но налички нет, поэтому перевод. И вот такого здорового гуся. Чтобы вы в медовый месяц его с собой взяли. А это ребенок того самого гуся, но за три голоса, я думаю, это тоже хорошо. Вы можете тоже на нем спать, по очереди, правда. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если наберется... Давайте, если 20 тысяч лайков набирается, то мы возвращаемся сюда еще раз, но другим составом. Если набирается 10 тысяч лайков, то мы зовем Женю, Милану, Васю, Исофу в еще один ролик. Все зависит от вас. И, конечно же, пишите в комментариях, кто, на ваш взгляд, победил. Всех любим! Всем пока! Горько, 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 горько!